Привет, друзья! Я вам хочу сказать очень важную вещь. Почему синхрогимнастика самая лёгкая, самая простая, самая комфортная на свете для данного человека? Ну, для вас, например, или для вашего соседа. Почему именно синхрогимнастика? Потому что это те действия, которые он совершает и сам инстинктивно, когда находится в каком-либо состоянии, чтобы снять лишнее напряжение, чтобы мог легче думать. Да, это те самые действия, которые он и сам делает. Это не навязанные какие-то действия. Но если он по определённому алгоритму эти действия подберёт для себя осознанно, повторяюсь, то, что и сам делает, подберёт для себя осознанно или из памяти, вот по этому алгоритму, или по примерам, которые ему показать, выберет оттуда то, что для него проще, легче, комфортнее, то он на самом деле делает то, что он и сам делает. Но просто раньше он делал это неосознанно. Поэтому это самое лёгкое, то, что он может сделать. Даже если у него сил нет, вот он лежит, ему не хочется вставать и никакими гимнастиками, никакими йогами, никакими спиральными техниками заниматься, ничем. У него сил нет, допустим. И там он может это сделать. Почему? А делать-то ничего не надо. Он просто прислушивается своему организму, что ему хочется в этот момент сделать. Например, дёрнуть плечом, вздохнуть, выдохнуть. Ну, короче говоря, я пример привожу, чтобы было понятно, что это для него ничего не стоит. Потому что это то, что у него в природе есть. Просто в данном случае предлагается некий алгоритм новый, которого раньше в мире не было, с помощью которого он это, во-первых, осознает и будет делать как упражнение. И поэтому будет получать новое качество. Сначала будет делать как упражнение, а потом и без них сможет регулировать своё состояние уже лучше, чем это было раньше. Это во-первых. Второе. Сам процесс подбора этих простых, приятных, комфортных действий, путём их перебора и отбрасывания сложных действий, которые некомфортные, которые трудные, вот именно по этому алгоритму делать только то, что получается, отбрасывать то, что не выходит. Сам процесс подбора, развивает его творческие способности. Это очень интересно, потому что он и в жизни так себя ведёт. Он всегда ищет непроизвольно, неосознанно именно те деятельности, в которых эти деятельности совпадают с его талантами. И поэтому ему там и их легче делать, потому что ему там помогает природа. Там меньше тратит энергии. И третье. Это называется, в принципе, в целом развивать себя творца. Это называется, в принципе, в целом развивать себя в человечность. Одно с другим связано. Это вообще-то по-другому называется повышать свою духовность. А что значит духовность? Человечность. А что значит человечность? Это сопереживательность, изобретательность и созидательность. Вот оно что. Это по существу способность сопереживать, создавать, созидать. Это человек, духовно-общественное существо. И поэтому при этом, когда он является таким с этими свойствами, он соответствует и природе, и социуму. И бывает, когда ему трудно, когда он не вписывается под тренды общества, он легче находит компромиссы, легче находит, как отстаивать свою истину. Потому что, когда он не прогибается, а делает только то, что ему нравится, а нравится ему то, что соответствует его природе и способностям, и если он это делает без вреда для себя и других, то он идет по правильному пути. Мне очень помогло то, что я вчера разговаривал с моим другом Владимиром Оршиновым, главным научным специалистом Института философии, с Сорокиным, с Николаем Александровичем, с Газенко, моим другом Романом Владимировичем, с его сыном Олегом Романовичем. Мне очень понравилось, как мы вчера разговаривали. Я поэтому понял. Друзья, все внутри нас лежит. Поэтому все философии, все философы, все большие психологи, мыслители, в принципе-то говорят, начни с себя, познай себя, самосовершенствуй. На самом деле это лежит в нас. Поэтому наше будущее в нас. И нам надо только открывать себя. До встречи, друзья.